Все не то, чем кажется, но и не наоборот. Так же и в спорте. Можно всем говорить, что ты мастер спорта международного класса, но не упоминать, что в киберспорте. Приветствую вас, мощнопузые бойцы! С вами Федорович, а в этом видео мы посмотрим на удивительные виды спорта, о которых вы могли и не знать. Субтитры сделал DimaTorzok Из двух зол я выбираю то, которое раньше не пробовал. А настоящий спецназовец диванных войск выбирает тот спорт, который не требует подъема с дивана, прямо как спорт сильных ушей. Суть очень простая. Соперники садятся друг напротив друга, резинку цепляют за их уши, и начинается Mortal Kombat. Победит тот, кто перетянет резинку себе. Конечно, это может быть больно, поэтому переходить на этот вид спорта с литробола я бы не рекомендовал. Что значит смекалка? Это когда хозяйка подает тоненько нарезанную колбаску, а ты жрешь ее сразу по пять кусков. А что значит скорость? Это когда ты вместо жалкой Ямахи садишься верхом на страуса и вонзаешь ему шпоры в бочину. Гонки на страусах – суперспорт для самых экстремальных наездников. Здесь нужно не просто прийти первым, а прежде всего хотя бы удержаться верхом и хотя бы доехать до финиша. Трудно найти жабу в колодце, особенно если ее там нет. Но еще труднее найти смысл в некоторых состязаниях, даже если они там есть. Драгонбоат – удивительный спорт, суть которого – перегребки соперников. Две команды садятся в одну лодку, только напротив друг друга, и пытаются заплыть своей половиной за линию. Силы и выносливости это, конечно, требует немало, так что просто так чемпионом не станешь. Жизнь – это тяжелое испытание. Весь день не спать и всю ночь не есть. Может, не каждый. Так же и спорт. Не каждый хочет играть в волейбол, но каждый хочет перебивать мяч через сетку. Поэтому люди придумали Сепактакрау. Это феноменальная игра, которая требует от игроков отменной растяжки, координации, реакции и умения бить ногами. В общем, этих пацанов можно было брать на главные роли в фильме «Убойный футбол» вместо шаолиней. Несмотря на то, что этот вид спорта появился в Юго-Восточной Азии, он постепенно завоевывает весь мир и становится все более популярным. Если вам долго не звонят родственники, значит, у них все хорошо. А если вы сильный и умный, для вас одного спорта мало. Именно для таких сильно умных придумали боксерские шахматы. В этом спорте чередуются раунды шахмат с раундами бокса. А это вам не шутки. Что одно, что другое – очень сложная штука, которая требует огромных навыков. Минута – это много или мало? А все зависит от того, с какой стороны двери в туалет ты стоишь. Но еще больше начинаешь ценить время, когда оказываешься под водой. Хотя для этих ребят вода как дом родной, ведь они занимаются подводным футболом. Есть ворота, есть тяжелый мяч, который тонет, и есть две команды. Правда, нет удара в ногами. Но это компенсирует динамика и борьба в воде. Невозможно споткнуться лежа на диване, а вот утопиться – возможно, если вы тренируете лагроулинг. Суть противостояния в том, что на разные концы трубы становятся два соперника и начинают раскручивать трубу. Задача – свалить противника, ускоряясь или наоборот замедляя вращение. Подлинная доброта живет в сердце человека, а подлинная любовь – в доме любовницы. Подъем по штурмовой лестнице – еще один вид спорта для настоящих тигров. В основном ним занимаются пожарные, но это направление уже становится отдельным видом спорта. В принципе, очень хорошая штука для любителей забегать налево. Быстро поднялся в окно, сделал свое дело и скрылся, как черный плач на крыльях ночи. Чтобы такое придумать, чтобы стать чемпионом, но самому для этого не напрягаться. Конечно, заставить выступать свою собаку, поставив ее на доску для серфинга. Собачий серфинг – официальный спорт для собак, в котором участвуют четырехлапые спортики, при этом есть разделы, где хозяин может плыть рядом. В общем, побеждает пес, а медаль обмывает хозяин. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, жмите колокольчик и делитесь видео в соцсетях. А в комментах напишите, в каком спорте вы мастер, даже если не признанный. А поддержать канал и получить мой благодарный вселенской силой вы можете, став спонсором канала по ссылке возле кнопки подписаться, увековечив свое имя в конце видео и получив плюс 100 к карме. А если вы хотите привести себя в форму и посмотреть серьезные обзоры боев и бойцов, подписывайтесь на мой второй канал по ссылке в описании или забирайте бесплатные видеокурсы также по ссылкам в описании. И не забудьте подписаться на телеграм-группу Движуха с Федоровичем, куда я даю полезные фишки и мотивирую. Благодарю за просмотр и настойчивости в тренировках. Субтитры сделал DimaTorzok